всем привет с вами андрюха и слава богу меня не убило электрическим током и молнией я выжил и вот я тут уже начал помаленечку работать в прошлых видеороликах я показал как я выравнивал потолок у первого этажа перекрытия вот и сейчас в общем я притащил вот уже перекрытия закинул сюда и сейчас я хочу показать свой армопояс то есть как вот я его делаю монолитного пилка бетоном доме как он получается у меня ну то есть что я хочу сказать я выровнял вот эти вот стены как я уже говорил и положил тогда получается по периметру опять же так же как снизу я и ложил я положил вот такую доску пятерочку 15 сантиметров ширину я и положил вот по периметру стен вот на стыках я сделал вот такие вот заплаточки по набивал сюда некоторое количество гвоздей то есть скрепил их плотностью то есть сам по себе армопояс выполнять у нас какую функцию выполняет функцию чтобы стены просто не разошлись во время там землетрясения либо там от тяжести от давления крыши вот и вот то есть эта доска будет выполнять роль нагрузку на разрыв как я понимаю вот и вот на разрыв вот интересно узнать вот сколько необходимо усилия сил там в килоджоулях там или в чем он там чтобы разорвать эту доску вдоль вот то есть вот армопояс вот у меня выглядит вот таким образом сейчас я дальше буду заливать залью эту доску получается и она будет здесь лежать далее к армопоясу я вот положил вот этот перекрытие первого и второго этажа и вот просто вот прибил вот на два гвоздя на 150 взял ну можно на 200 взять допустим сверху так вот вбить насквозь ну в общем чтобы закрепить за эту вот у меня каждый здесь вот два гвоздя допустим ну и вот тут два гвоздика то есть вот так как получилось что у меня брус вот этот вот шестиметровый он как раз получается по стенам то есть помимо вот этой вот доски на разрыв будет будет идти вот этот вот брус брус в свою очередь в свою очередь я постелю так вот пол постелю пол брус этот я сошью далее пол я сошью брус этот стену вот далее брус вот там же на первом этаже у меня то есть на перекрытие в самом дому у меня тоже так же вот здесь же находится брусок для того чтобы вот этот опять же трое стенок не отходил у меня от дома я возьму резьбу металлическую продается на магазине там метр наверное просверлю стену просверлю брус и то есть несколько резьб резьб но я наверно вот тут две сделаю и с той стороны возле стены две штучки сделаю и просто стяну брус то есть там у меня получится пол сшит весь листом сшит да то есть пол там брус и вот я вот за крайний брус возьмусь но я получается за весь пол возьмусь оттуда придавлю отсюда придавлю ну и на втором этаже потом сделаю то же самое далее чтобы вот эта вот доска как бы во время там землетрясения всего там чтобы она там не разорвалась не разошла стены не разошлись можно еще прикрепить вот при желании вот к этим вот стоевым опалубка ну я вот что-то не стал на дому прикреплять кстати было уже землетрясение в первый год когда я слил дом было землетрясение было она порядка где-то около четырех баллов ну то есть нигде ничего не лопнуло само собой потому что все это на брусочках шито везде все это закреплено все в целом в связке в целом когда будет конечный результат все это держится достаточно прочно ну у нас сразу я хочу сказать тут как бы сибирь тут сейсмо устойчивости большой не требуется где-то если есть там допустим места где там постоянно трясет возможно нужно будет покрепче сейсмо пояс сделать но у меня как бы сейсмо пояс вот такой просто как какой он у меня такой я их показываю вот вот прошло уже где-то около недели и вот затвердела вполне как в кость то есть в принципе перекрытие незачем ждать когда вот делать там перекрытие если второй этаж то есть нагрузка все это все это в принципе достаточно крепко держится все в порядке то есть вот эти вот допустим к лесенкам можно еще привязать но в принципе я большого смысла в этом не вижу потому как здесь сейчас тоже встанут лесенки она в принципе так доска между ними как бы зажата ну не то что там совсем зажата но все равно большой усадки дом не дает из-за пилка бетона он усаживается сразу как только вышла вода он в принципе усел то есть я замерял на дому кое-какие замеры делал по усадке усадки он не дает такой дом в принципе он сразу усаживается и все ну вот так же хочу сказать что если у кого есть желание сделать металлический сейсмопояс то это без проблем пожалуйста делайте металлический сейсмопояс в принципе ничего тут критичного в этом нету пилки также свяжутся с металлом без проблем вот просто мой совет как бы вот такой что если вы делаете металлический сейсмопояс и хотите допустим залить тогда его бетоном да вот сверху делают как бетонный сейсмопояс но я вот допустим не вижу в этом смысла но можно просто сделать также из опилок ну покрепче как бы добавить немножечко побольше там цемента немножечко побольше там песка вот ну и так если вы допустим делаете одноэтажный дом то вы вот к этим лесенкам также допустим можете привязать уже этот сейсмопояс тот же металлический там или деревянный закрепить его, то есть и никуда не денется однозначно сейсмопояс это такой вот, у меня как бы это промежуточный сейсмопояс на дому я делал потом вот, сверху я положил брус, так же доску тут влил, сверху положил брус и вот проволокой еще этот брус привязал вот тут у меня доска влита, брус привязал, то есть все в принципе в целом держится в порядке то есть, вот я говорю, 3 года стоит, уж какие тут ветра были, ураган тоже, я вот утром иногда просыпаешься и думаешь стоит ли крыша-то там на месте нет, все в порядке, то есть нормально все это держится крепко достаточно вот что касаемо металлического сейсмопояса допустим, если сделать и все только, дело в том, что просто тогда не надо его бетоном заливать почему чистым бетоном не надо заливать, потому что сами знаете, что бетон проводит тепло и холод на ура и то есть тогда придется там пеноплексом, либо каким-то любым другим утеплителем утеплять этот сейсмопояс, он все равно промерзает, начинают стены сыреть, просто я вот тоже некоторые ролики там смотрел вот то есть лишняя морока просто, ну просто пожестче тогда сделать бетон, конкретно его протрамбовать ну и цемента там побольше песка побольше и будет в целом в порядке ну вот, а сейчас я займусь тем, что вот у меня сзади горбыль я буду делать черновой пол из горбыля и выставлять лесенки на второй этаж и в общем-то заливать второй этаж подниму сюда бетономешалку сделаю трап по которому я буду заходить-сходить в общем вот такие вот планы у меня в дальнейшем так что ролики я буду снимать сейчас буду пол стелить тоже, наверное, сниму ролик потом лесенки буду выставлять все это буду снимать постепенно показывать так что вот ну что ж вот такое вот было был видеоролик про сейсмопояс мой который получается вот из этой вот доски которая находится по периметру в принципе в принципе задавайте комментарии какие вам интересны допустим я стараюсь всем отвечать максимально отдельно хочу сказать огромное спасибо за комментарии которые вы мне пишете очень сильно поддерживаете меня огромное спасибо за то количество лайков невероятное которое вы мне ставите это очень как бы помогает мне и воодушевиться и настройки помогает так как строю один все это проект все одному как бы весь процесс стройки одному и физически одному и мысленно спасибо большое за советы которые пишите мне вот поэтому в общем подписывайтесь на канал кто кому интересно данная тематика делитесь в соцсетях моими видеороликами если есть желание вот ставьте пожалуйста лайки мне очень это приятно очень поддерживает меня духовно и физически как бы ну вот всем спасибо пока пока